Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, что в нашей предыдущей передаче мы с вами остановились на том, какую политику, внутреннюю политику, проводил Александр, придя наконец к власти. Как бы мы с вами не относились к этому человеку, справедливости ради, нужно отметить, что свое правление он начал с убийств и судебных преследований, уничтожая всех родичей своих врагов и возможных претендентов по мужской линии. Вот давайте будем во время нашего рассказа смотреть первый слайд. Женщин своей династии Александр пощадил. Кенану, свою сводную сестру от одного из браков Александра, он, например, выдал замуж за своего друга Лангару. Ну вот, например, судьба молодой мачехи Александра Клеопатры, последней жены Филиппа, ее маленькой дочке оказалась трагичной. Если более терпимый и хладнокровный пасынок пощадил ее, то все равно Клеопатра пала жертва его матери, жаждущей мести. Напомню, что Олимпиада вернулась из Эпира в Македонию еще на свадьбу своей дочери и осталась здесь. Когда на следующий год после провозглашения себя царем Александр ушел в северный поход, о котором мы с вами, собственно, сегодня будем говорить, оставшаяся Олимпиада, велела убить маленькую Европу на коленях ее матери, Клеопатры, а потом вынудила покончить с собой и несчастную Клеопатру. Сам же Александр, как я уже говорила ранее, приказал убить Корана, своего маленького сводного брата, последнего сына своего отца. Что касается убийства Клеопатры и ее дочери, то по поводу этого, вернувшись, Александр выразил матери свое неодобрение как проявление необыкновенной жестокости. Но так или иначе, цепь казни и убийств, начавшейся с приходом Александра к власти, тянулась до самого выступления его войск в персидский поход. Вот такую политику, наверное, нельзя как-то объяснить или оправдать приступом страсти или гнева, потому что гнев овладевал обычно царем лишь на очень короткий промежуток времени, на несколько минут. Вообще же он всегда оставался очень уравновешенным и беспристрастным. И вообще не следует забывать, что и позднее всю свою жизнь царь никогда ни с кем не обсуждал своих действий, все принимая единолично и не желая власть делить ни с кем. Он не хотел даже учреждать постоянную столицу своей империи. Он стремился управлять миром единолично и именно из того места, где пребывает сейчас сам. Подобно Атланту, Александр, наверное, хотел, чтобы возведенное им здание невероятной империи держалось только на его плечах. Вот это очень ревнивое стремление, конечно, исключает любую возможность того, чтобы Александр делил с кем-то свою власть и, наверное, объясняет во многом факт устранения с его пути всех возможных представителей царской династии мужского пола. Он хотел остаться таким единственным мужским представителем. Наверное, по его мнению, только это давало абсолютную устойчивость трону. Александр стремился к абсолютной автократии. И, наверное, этим и объясняются кровавые события первых месяцев его правления. Вот давайте еще раз поближе посмотрим этот слайд. В принципе, методы, которыми он пользовался, можно назвать вполне балканскими, македонскими. В Македонии всегда очень жестоко расправлялись со своими родственниками, если они находились в лагере противника. Но цель таких методов, отречения от принципа клановости, от родственных связей, наверное, балканскими никак уже не назовешь. Рассматривая поведение Александра в этот период, легко заметить, что движущей силой его поступков была не страсть, не гнев, а железная воля. Он стремился подняться до таких высот, где все родственные связи казались уже просто препятствием. Если для любого македонянина его род и традиции казались самыми важными, то Александр, по-видимому, не был сердцем связан с Македонией. Теперь, после смерти Филиппа, царю была нужна эта страна и этот народ, только потому, что они давали ему как бы Архимедову точку опоры, которая требовалась для его планов мирового господства. А в семье его теперь оставались только горячо любимая мать, сестры по отцу, которых он оставил в живых. Ну, во-первых, потому что женщины в его глазах не могли конкурировать за власть. Он их пощадил, и, кроме того, женщины своего рода он откровенно любил, очень нежно к ним относился, в то время как мужчина, еще раз подчеркиваю, убежалась, но уничтожил. Ну, наверное, это можно понять, потому что Александр прекрасно знал, большинство македонских царей пали жертвами убийств из-за угла, и Александр получил свой трон также в результате такого убийства, хотя и не был его инициатором. Следует ли удивляться тому, что молодой царь всегда помнил об этом, помнил об опасности коварного и вероломного убийства, но врагов он никогда не боялся, наоборот, искал их, и всегда выступал в роли преследователя. Только в том случае, если Александр подозревал заговор, вот запомните это, пожалуйста, потому что заговоров в его войске, там, далеко, в Персии, будет несколько, и он очень жестоко, даже не разобравшись до конца, будет расправляться с заговорщиками, среди которых окажутся волей случая его ближайшие друзья. Вот дело в том, что тогда он подозревал заговор, всегда становился очень беспокойным, почти боязливым, потому что не находил себя в положении преследуемого. Ну а тогда, зайдя на престол, он обратился к народу Македонии и заверил, что изменилось лишь имя царя, управление же страной будет осуществляться по-старому и не менее успешно, чем под властью его отца. Он даже освободил граждан от всех повинностей, от всех налогов, кроме воинской повинности. Это, конечно, был очень такой широкий жест. Чтобы укрепить свои позиции, Александр вернул из изгнания всех своих друзей, которые удалил его отец в связи с предполагавшейся женитьбой Александра на персиянке, и именно своих друзей он назначил на все ключевые позиции. Но об этих молодых диадохах мы с вами поговорим в следующей лекции. Сегодня я хотела бы остановиться на первом знаменитом походе Александра, так называемом Северном походе, потому что новость об убийстве Филиппа вызвала возбуждение не только в греческих полюсах, которые не собирались по инерции подчиняться и следующему македонскому царю, но и среди соседей, особенно на севере Македонии, во Фракии, поднялось сильное брожение, и многие области задумали от Македонии отпасть. Вот эти вопросы, сохранение единой македонской государственности и выпало на долю сразу решать новому македонскому царю. Вот давайте мы посмотрим еще одно изображение Александра. Вообще смерть Филиппа, казалось бы, обнаружила непрочность возведенной им политической конструкции, но уже в первые месяцы царствования юный Александр стремительно и жестоко подавил вспыхнувшие с новой силой сопротивления греков и подвластных Македонии фракистских и иллирийских племен. Потрясением для Греции стало известие о взятии и разрушении могущественных фиф в сентябре 335 года до н.э. Но сначала давайте поговорим о восстании балканских народов, включенных в орбиту Македонии еще победоносными воинами Филиппа. Эти народы, как я уже сказала, первыми решили порвать свою вынужденную зависимость от соседа. И балканские походы, хотя и не были заранее спланированы, но вот так получилось, именно они стали генеральной репетицией для беспримерного похода Александра за море. Впрочем, персидский поход в очередной раз был отложен. Сначала его отложил Филипп из-за своей женитьбы, а теперь Александр его отложил из-за восстания греков и горцев. Началось все с того, что, наблюдая за суматохой, царившей в Македонии у трона, полудикие иллирийцы, ифракийцы, извечные буйные соседи македонян, подняли в очередной раз мятеж. Но в Македонии, в отличие от прежних времен, уже была высокопрофессиональная армия, о которой мы с вами говорили в предыдущих лекциях, и, может быть, даже лучшая армия в Элладе. Поэтому Александр очень быстро смог не только вернуть все, что было завоевано его отцом, но даже и более. И вот летом 335 года до н.э. он отправился в свой первый поход усмирять северные земли. На север он отправился вторично, там он когда-то бывал еще в 16-летнем возрасте. И вот сегодня я хотела бы поговорить об этом втором так называемом северном походе. Довольно быстро он расправился сначала с иллирийцами. Вот давайте мы посмотрим наш следующий слайд. Это довольно известное изображение Александра, примерно в том возрасте, когда он отправился против иллирийцев. Это индоевропейские племена северо-востока Балкан, которые состояли из долматов, панонов. Ныне их потомки проживают в Венгрии и Румынии. Сейчас вы видите бронзовый барельеф иллирийских конников в VI век до н.э., который хранится в Словении в Национальном музее. Вообще это был очень воинственный народ, строивший крепости из камня и очень долгое время серьезно угрожавший Македонии, наносив бесчисленные потери в битвах. Но я хочу вам напомнить, что иллирийцы фактически были покорены Филиппом после чудовищного разгрома на берегах вот этого озера. Охридское озеро – одно из древнейших в Европе с реликтовыми формами жизни, ныне находятся на территории Сербии. Вот именно здесь иллирийцы потерпели сокрушительное поражение и вошли в состав Македонии. Правда, позже они пытались много раз отделиться, вели даже отчаянные войны с Римом за свою независимость. Очень отчаянно эти войны вошли в историю как иллирийские. Тем не менее, правда, иллирийцы подверглись очень сильному римскому влиянию, гораздо более сильному, чем греческому. Этот процесс называется романизация влияния Рима. Вот, кстати, Румыния – это несколько искаженная романия, да? Хотя, наверное, в современной Румынии особей цивилизации не чувствуется. Ну вот давайте посмотрим еще раз это удивительное озеро, где когда-то состоялась эпохальная битва. Я хочу сказать, что в эпоху Великого Переселения народов исчезли многие племена и, в общем-то, не совсем понятна и судьба иллирийцев. Некоторые ученые считают их потомками современных албанцев. Во всяком случае, памятники эллирийской культуры и истории находят на территории современной Австрии, Италии, и Сербии, и Албании. Но с эллирийцами, усмиренным еще некогда Филиппом, надо сказать, Александр расправился достаточно быстро. И основным противником в этом вот первом грандиозном северном походе стали фракийцы. Вот о фракийцах мы с вами еще не говорили. Поэтому давайте вот с этого момента сейчас попытаемся мысленно перенестись с северной Македонии на юг Европы. Мы еще когда-нибудь в наших лекциях обязательно будем говорить о древнем периоде в истории Европы, которая тогда еще была такой дикой по сравнению с Грецией. И у нее еще все было впереди, ее в Средневековье, ее возрождение. А вот сейчас мы сделаем такой только пока небольшой экскурс, потому что именно Александру пришлось тогда, став царем, впервые столкнуться с такими дикими, на взгляд, эллина того периода племенами, которые потом и станут европейцами. Вот тогда огромная разница разделяла будущих европейцев и тогдашних греков. Кто же такие были фракийцы? Фракия по-гречески или по-болгарски или турецки Тракия – это историческая область на востоке Балкан, ныне в соответствии с Лозаннским мирным договором 1922 года, разделенная между тремя государствами. Между Грецией, где находится собственно греческая провинция Фракия, между Болгарией и Турцией. Хотя надо сказать, что потомки фракийцев живут в гораздо больших странах. Я еще об этом скажу. А сейчас, наверное, давайте поговорим немножко о греческой провинции Фракия. Вот сейчас вы на своих слайдах увидите область, которая называется Родопи. Эвро, Сародопи, Ксанфи – вот такие небольшие области составляют греческую провинцию Фракию со столицей в городе Каматини. Вообще исторически Фракия соседствовала с Македонией, и с Иллирией, и с Дакией, которые нынешняя Румыния, охватывала бассейны Мраморного, Эгейского и Черного морей. По этому морскому побережью в античные времена основывались греческие поселения. Так что греки соседствовали с Иллирийцами. В древности Иллирия, простите, Фракия была заселена, ну, естественно, фракийцами, то есть людьми, которые говорили на фракийском языке. В истории фракийцев очень много загадок, и вообще их появление окутано туманом. Но, тем не менее, считают, что этот язык принадлежал к очень большой языковой группе индоевропейских языков. И потомки тех людей, которые говорили на том фракийском языке, они проживают в Болгарии, в Румынии, в Молдавии, в северо-восточной Греции, в Азиатской Турции, в Восточной Сербии и даже в части Македонии. Так что, видите, действительно, это был очень большой народ, который пришел на Балканы и в Восточную Европу. Вот откуда пришел, точно не очень известно. И некоторые античные писатели связывали появление фракийцев где-то в 8 веке до н.э. с набегами на Анатолию, там, в Малой Азии, на территории современной Турции, с набегами кемерийцев. Вот давайте мы посмотрим на следующем слайде еще, как выглядит примерно греческая фракия. А пока я вам хочу сказать, что, например, кемерийцами, возможными прародителями фракийцев называли своих соседей еще жители Древней Осирии. В северном Причерноморде кемерийцы появились действительно примерно в 8-7 веках до н.э. и греки так называли племена, проживавшие на этой территории, кемерийцы. Между прочим, даже наш Керченский пролив они звали Боспором Кемерийским. Под натиском скифов кемерийцы потом ушли в Малую Азию, через Балканы попали в Европу. Их следы археологи встречают и в Северной Италии, и в Южной Франции. Но вот насколько кемерийцы родственны фракийцам, вопрос остается открытым. Тем не менее, вот то, что известно точно. Мы знаем, благодаря Геродоту, который несколько раз в своей знаменитой истории обращается к фракийцам, мы знаем, что, например, к 5 веку до н.э. Напомню вам, что Александр жил в 4 веке до н.э., к 5-му фракийцы очень широко уже распространились в Северном Причерноморье, на севере Балкан. И более того, Геродот их называет вторым после индийцев по численности народом в мире. И говорит, что, наверное, они были бы самыми мощными, так считает Геродот, если бы только они превратили свои внутренние склоки. Записи о фракийцах встречаются и даже в Илеаде у Гомера. Он рассказывает о неком фракийском племени Киконы, которые воевали на стороне троянцев. Вообще, фракийцы были, несмотря на свой такой внешний дикий облик, достаточно близки грекам. И от них грекам перешло очень много мифических существ и богов. Например, вот всеми греками обожаемый бог вина и виноделий Дионис. Это бог, мифическое существо фракийского происхождения. Или, например, принцесса Европа, о которой мы когда-то с вами говорили. Одна из возлюбленных Зевса, которую он похитил, превратившись в быка. Миф о Европе тоже фракийского происхождения. Или, например, знаменитый миф об Орфее. Вот давайте мы посмотрим сейчас следующий слайд. Ну, я думаю, благодаря своей необыкновенной любви к Евредике, Орфея и Евредика, вот такое словосочетание, довольно известно хотя бы на слух современному человеку. Я напомню, что Орфей, фракийц, представитель очень такого воинственного полудикого народа, в греческой мифологии нежнейший человек, прекрасный музыкант, певец. И, говорят, он так прекрасно пел и играл на лире, что даже птицы переставали петь, наслаждаясь звуком его голоса. Вообще, если задуматься, в греческой мифологии достаточно мало историй, связанных с необыкновенной любовью мужчины и женщины. Вот если навскидку быстро сказать, я могу только две истории вспомнить. Это Одиссея и Пенелопа, и Орфей и Евредика. Он так страстно любил свою девушку, так бесконечно горевал, когда она умерла в рассвете сил, что боги сжалились над Орфеем и разрешили ему спуститься в подземное царство. Другое дело, что ему не удалось в силу причин и Евредику вывести на свет Божий. Мы еще об Орфее поговорим, когда будем касаться греческого театра. Но сам факт вот остается фактом. Евредика осталась все-таки в подземном царстве, а Орфея растерзали в Акханке, жрицы бога Диониса, которые иногда бывали в выступленном состоянии очень агрессивными. Вот такой очень трагический конец у этого очень нежного фракийца. Вот посмотрите, еще одна знаменитая мозаика, посвященную этому великому певцу античности. Ну а имя второго фракийца, я думаю, известно абсолютно каждому человеку на Земле, за исключением, может быть, жителей экваториальной Африки или джунглей Амазонки. Я не буду вам его показывать сейчас, потому что этому фракийцу мы обязательно посвятим наше внимание, не ограничивая себя во времени. Потому что вы все знаете этого человека, он достоин нашего внимания, это Спартак. Спартак тоже был фракийцем, великий гладиатор, который в 73-м году до нашей эры, проживая в Риме, поднял необыкновенное восстание на Пенинском полуострове, восстание рабов и гладиаторов, которое вошло в историю под названием Третьей рабской войны или восстание Спартака. Так что вот Спартак тоже был фракийцем. Это были очень воинственные люди, вот именно с ними пришлось столкнуться Александру. У них уже была достаточно серьезная цивилизация. Цивилизация фракийцев вот здесь, на Балканах, возникает, повторяю, где-то в 8 веке до нашей эры, а финал ее приходится уже где-то на 2 век нашей эры. Значит, тысячу лет фракийская цивилизация, вот там, где ее застал Александр, существовала. Вообще эти племена были в достаточно хороших отношениях с греками. Как я уже сказала, сохраняется легенда, будто фракийцы участвовали в Троянской войне, продемонстрировав свою редкую храбрость. Правда, они сражались туда против греков, на стороне троянцев. Но в любом случае, они переняли греческий язык, и этот язык даже в конце концов вытеснил их родной. Они переняли греческий алфавит и остались ему верны всегда, даже во времена римского владычества. Само название фракийцы, фракия, восходит к имени одной из греческих нимф. Нимфы целебных растений и необыкновенных мелодий, способных облегчить боль. Вот, наверное, отсюда миф о великом музыканте Орфеи. Фракийцы считали, что с помощью музыки можно облегчить боль. Вообще, собственно, божества фракийцев, как я уже сказала, были достаточно общими с греками, хотя у них и был особый такой культ богини-матери. Но, например, великий греческий трагик Софок уверял, что у мужчин, у фракийцев, наиболее почитаемым был бог солнца Гелиус. Отсюда и столь распространенный у фракийцев культ коня. Вот посмотрите, например, замечательное золотое изделие. Вообще, часто вот такие полудикие народы, как фракийцы или всем вам хорошо известные скифы, могли делать совершенно потрясающие золотые фигурки. Кстати, обратите внимание, это не совсем лошадь, это единорог. Вот там на лбу, если приглядеться, видно, что между ушами есть такой небольшой рог, единорог, символ чистоты и силы, присутствует в мифах очень разных народов. Вообще, о полной реконструкции фракийского религиозного пантеона говорить не приходится, потому что мы о фракийцах до недавнего времени знали очень мало. Ну, вот воевал с ними Александр, что дальше не очень понятно. Правда, в последние 10 лет, благодаря археологическим находкам, эти представления претерпели кардинальные изменения, так что, возможно, в будущем мы узнаем гораздо больше. А вот пока мы знаем, что писал о фракийцах Геродот. Великий античный историк, правда, все-таки часто пользовавшийся легендами, мифами и доверявший им полностью. Не надо к Геродоту относиться очень серьезно, хотя я очень уважаю этого человека, но все-таки нужно знать, что история его достаточно легендарна. Тем не менее, это один из самых древних источников наших, касающихся фракийцев. Вот что он писал, например. Что он писал о фракийцах. Давайте мы сейчас посмотрим такой довольно-таки современный рисунок, но, тем не менее, он реконструирует этот народ. Пожалуйста, покажите нам слайд, а я пока почитаю Геродота. У фракийцев в походе на головах лисьи шапки. На теле они носят хитоны, а поверх – пестрые бурнусы. На ногах и коленях у них обмотки из оленей шкуры. Вооружены они дротиками, прощами и маленькими кинжалами. После переселения в Азию это племя получило имя вифинцев, а прежде их называли стремониями, так как жили они на реке Стремон. Обычаи фракийцев вот какие. Давайте на следующем слайде мы посмотрим один из видов греческой фракии. Так вот, какие обычаи детей своих они продают на чужбину. Целомудрые девушек они не хранят, позволяя им вступать в сношение с любым мужчиной. Напротив, верность замужних женщин строго соблюдают и покупают себе жен у родителей за большие деньги. Татуировка на теле фракийцев считается у них признаком благородства. У кого ее нет, тот не принадлежит к благородным. Но действительно, татуировку люди знают с древности. Человеку фракийцев, проводящий время в праздности, пользуется большим почетом. Напротив, к земледельцу они относятся с величайшим презрением, потому что наиболее почетно считают жизнь воина и разбойника. Богов фракийцев чтут в основном трех. Ароса, бога войны, Диониса, бога виноделия и Артемиду, богиню-охотницу. А их цари, в отличие от собственного народа, больше всех почитают гермеса. Я вам напомню, что это бог торговли и бог воров, мошенников. И клянутся цари только гермесом у фракийцев. Они считают, что от него они и произошли. А погребальные обряды богатых фракийцев вот какие. Тело покойника выставляют для поклонения на три дня. После этого закалывают жертвенных животных всякого рода и после погребальных воплей устраивают тризну. Затем тело сжигают или иным способом придают земле и, насыпав курган, устраивают различные состязания. Высшие награды назначаются за эти единоборства, смотря по их важности. На самом деле, вот если вы хотя бы немножко себе представляете историю древних языческих славян, то, что я читаю, почти один в один. И когда я готовила эту лекцию, у меня даже возникла мысль, они являются ли фракийцы, скажем, предками южных славян, по крайней мере. Потому что все очень похоже. И одежда, и нравы, и тризна. И вот, например, даже обычаи принесения в жертву одной из жен военачальника. Когда кто-нибудь из племени фракийцев умирает, то его жены, пишет Геродот, а у всех их много, жён, начинает жаркий спор при ревностном участии друзей. Какой из них покойник муж любил больше всего? Разрешив спор, мужчина и женщина осыпают супругу избранницу похвалами, и ближайшие родственники закалывают её на могиле, а затем придают земле вместе с супругом. Остальные же жёны сильно горюют, потому что выбор пал не на них, а это величайший позор. Но сразу хочу сказать, что обычно убивали молодую и небеременную жену, потому что кормящую или беременную или женщину, имевшую маленьких детей, как правило, в жертву не приносили. Вообще, вот точно такие же обычаи были у древних славян, и вот этому жертвоприношению супруги посвящена, кстати, одна из замечательных картин, которая хранится в историческом музее на Красной площади. Ну а в классическую эпоху фракийцы, вот давайте мы ещё посмотрим кусочек области Родопия в Греции, это тоже древняя фракия. В классическую эпоху фракийцы были разобщены на много групп и племён, хотя они создали и своё очень большое царство, Одрисское царство, вот так оно называлось. Потом, в связи с переселением на Балканы где-то в VI веке нашей эры славян, фракийцы со славянами смешались и теоретически часть их могла стать славянами. Например, некоторые учёные полагают, что албанцы это вот фракийцы, скажем, кемерийцы или фракийцы, сохранившие свой язык. Но это не доказано и является предметом спором по сегодняшний день, так как вообще, например, всё, что связано с древней историей Албании, это неразгаданная страница. Страна, как вы знаете, это очень замкнутая и закрытая до сегодняшнего дня. Зато, например, в Центральной Болгарии, куда тоже входит область исторической фракии, на протяжении 2000-х годов, вот последние шесть лет, археологи ведут очень успешные раскопки и нашли местность, которую они даже назвали Аллеей фракийских царей. 19 августа 2005 года археологи сообщили даже, что им в Болгарии удалось найти древнюю столицу фракийского государства Одресов неподалёку от современного города Карлова в Болгарии. Там было найдено множество осколков черепицы, куски крыш и многие предметы декоративно-прикладного искусства, которые говорят о большом достатке жителей этого города. И даже министр культуры Болгарии заявил о своей личной поддержке дальнейших раскопок и вообще этого проекта. А вот несколько лет назад, например, в Бонне в Германии, в центральном выставочном зале была открыта тоже очень симптоматичная выставка под названием «Фракийца. Золотая империя Орфея». Это была совершенно уникальная выставка, посвящённая этому самому загадочному народу античности, который оставил после себя одновременно и так много, и так мало. Между прочим, концепцию этой выставки «Золотая империя Орфея» подготовили болгарские учёные, потому что они считают самыми большими знатоками фракийской культуры. Именно в Болгарии во многом жили самые древние фракийские племена – одресы, геты, мизийцы, даки, трибалы и бесы. Вот как раз те самые, с которыми пришлось воевать Александру. Вот давайте мы ещё посмотрим, как выглядит сейчас, например, поселение, возникшее на месте древнего фракийского посёлка. Это тоже кусочек Греции, но на самом деле точно так же домики выглядят и в Болгарии, и в Македонии. И там, и там, и там везде жили фракийцы. Вообще научный интерес к фракийцам возник лишь в XVIII веке, но на протяжении двух последующих столетий греко-римская классика настолько затмевала всё в глазах учёных, что варварские культуры, в том числе и фракийская, не изучались. И лишь в 1972 году в Софии, в Болгарии, был основан при Академии наук фракийский институт, а два года спустя в Парижском музее Пти-Пале прошла первая выставка фракийской культуры, где было представлено всё самое лучшее из фракийских фондов болгарских музеев. Так что, на самом деле, вот болгары, они такие самые большие знатоки, самые большие обладатели фракийского наследия на сегодняшний день. Надо сказать, что красота многих предметов совершенно поражает, потому что фракийцы, хотя и не умели строить каких-то выдающихся архитектурных сооружений, но были отменными мастерами, ювелирами, художниками, чье искусство удивляет и поражает сегодня. Но на самом деле, в первую очередь, они, конечно, были воины. И Македонии ещё задолго до Александра приходилось сталкиваться с фракийцами, потому что, когда при Ситалке, вот такой очень известный царь, было впервые создано Одрисское царство, то афиняне всё время пытались именно их Одрисов использовать как буфер между собой и Македонии. Тем более, что в Македонии правил тогда очень такой коварный человек Пердика II, о котором мы с вами говорили. Он столько раз изменял своим союзникам, что потребовалось даже составить таблицу, на стороне кого он когда-то находился. И вот, когда он в очередной раз изменил своему слову, то афиняне решили натравить на него уже фракийцев, чтобы они с ним разобрались, потому что он их тоже предал. И вот тогда Ситалке пошёл в V веке до н.э. на Македонию, пытаясь её подчинить. Он собрал огромную армию добровольцев из своего царства. Вообще, он был очень богатым. Вот, скажем, за столетие до рождения Александра, этот слайд мы сейчас чуть попозже посмотрим, за столетие до рождения Александра фракийский царь Ситалк был настолько богатым, что даже чеканил свою собственную монету, принял для себя титул царя Фракии и вообще обложил огромную данью, скажем, не только в свои города, но даже и греческие колонии, которые располагались по побережью на фракийской территории. Даже сами афиняне, вот, боровшиеся тогда со Спартой, вынуждены были заручиться поддержкой фракийца Ситалка, потому что это была очень мощная политическая сила, не нужно к ним относиться просто как к каким-то там, вот таким неотесным варварам. Однако, вот, прошло сто с небольшим лет, и весной 335 года уже армия молодого македонского царя Александра шла усмирять своих взбунтовавшихся подданных, потому что к этому периоду фракия уже входила в состав Македонии. Звезда ее немножко начала закатываться. А вот на этом слайде, кстати, на следующем, я вам хотела показать юного Александра. Мы немножко пропустили эту скульптуру, но мне хотелось бы к ней вернуться. Действительно, Александр стал царем в очень юном возрасте, ему было чуть за 20, и, несмотря на свой юный возраст, это был очень тренированный человек, обладавший огромной силой духа. Вот эта скульптура называется необычно «Бдение Александра Македонского», то есть человек пытается не спать. Перед вами работа выдающегося мастера русского классицизма, русского скульптора конца XVIII века Михаила Ивановича Козловского. К сожалению, он прожил всего 49 лет, но оставил огромное наследие. Он очень одаренный мальчик из семьи военного музыканта, который когда-то окончил блестящую академию художеств в Петербурге, много путешествовал по Италии и Франции, где его работы пользовались большим успехом. Он был превосходный рисовальщик, чутки внимательный педагог, его очень любили на родине, получил он здесь звание академика. Ну, кто не знает, например, его знаменитого Самсона, раздирающего пасть льву в знаменитом Большом каскаде петербургских фонтанов. Но в конце XVIII века Козловский обращается уже к античной истории, часто соединяя ее с нашей отечественной. Например, его «Геркулес на коне» стал подготовительной работой для самого значительного произведения Козловского памятника великому русскому полководцу Суворову. Потом мы с вами как-то видели его работу «Аякс защищает тело Патрокла», когда говорили о Гомере. Но сейчас об Александре. Дело в том, что образ Александра Македонского вообще очень большое место занимал в творчестве Козловского. И неожиданно скульптор, посмотрите, запечатлел не момент великих подвигов или битв, а спящего юношу. На самом деле он не спит, он пытается не заснуть. Напомню, что дядя Александра Леонид, вполне оправдывавший свое имя, потому что Леонидос по-гречески – это человек с внешностью льва или похожий на льва. Так вот, Леонид и Александр растил похожим на львенка. Помните, я вам рассказывала, в конце утомительного напряженного дня он не разрешал мальчику упасть в вознеможение на ложе, а давал еще одно задание, как правило, на размышление. И вот для того, чтобы не заснуть, Александр держал в руке серебряный шар, который своим звоном от чаши убудил уснувшего мальчика, если это случалось. Ну вот это считается очень четкая, продуманная, необыкновенная по своему совершенству скульптурная работа, а для нас она в первую очередь еще важна тем, что Александр к моменту своего северного похода был человеком очень тренированным, обладавшим огромной силой воли, и вот за этим юношей воины, ветераны шли беспрекословно. И именно это помогло им выжить и спастись в труднейших условиях, потому что был необыкновенно трудный поход. Это были необыкновенно храбрые и отчаянные горцы. И, кстати, именно в этом первом походе Александр проявил себя как необыкновенный стратег, как, кстати, мастер психологической атаки. Психической, наверное, как говорили в годы нашей гражданской войны. То есть оказавшись иногда зажатым, прижатым к горам, он делал совершенно невероятные маневры, совершенно непонятные. И тут самое главное было беспрекословное повиновение солдат. Мы с вами говорили, что в фаланге именно это чувство беспрекословного подчинения команде и воспитывалось. Вообще, Северному походу Александра посвящена огромная глава у Ариана. Напомню, что этот автор, написавший замечательную книгу «Поход Александра», эта книга переведена на русский язык, она есть в интернете, вы ее можете почитать. Этот автор жил в Риме во II веке нашей эры, и перед тем, как написать свою книгу, он очень тщательно изучил все исторические свидетельства, мемуары современников македонского царя, провел их сравнительный анализ и постарался дать объективную оценку, избегая того, чтобы представить Александра сверхчеловеком, как это нередко случалось в литературе. Он не был сверхчеловеком, он просто был человек с железно натренированной волей, вот как только что я вам говорила. Так вот, что пишет Ариан по поводу этого похода. «С наступлением весны 335 года Александр отправился в Афракию, теперь мы уже знаем, кто такие фракийцы, отправился в Афракию против Трибалов, так как узнал, что Трибалы и Иллирийцы восстали, а кроме того, он собирался из Амфеополя вторгнуться в землю так называемых независимых фракийцев, то есть тех, которых еще и Филипп не завоевал, и на десятый день подошел к горе Гем. Вот давайте посмотрим, как на современной реконструкции мог выглядеть древний фракийц. Ну, наверное, достаточно устрашающе для Эллина, действительно, такой вот дикий человек. Так вот, Александра в ущелье, которым шла дорога в гору, встретила толпа вооруженных горцев и независимых фракийцев. Они захватили вершину Гема и приготовились преградить войску дальнейший путь. Более того, они собрали телеги и поставили их впереди, на горе перед собой, чтобы они служили оградой, и чтобы с них можно было отбиваться, если нападет враг. Кроме того, у фракийцев было в мыслях сбросить эти телеги на македонскую фалангу, когда она будет сбираться по самому крутому месту на горе. Фракийцы были убеждены, что чем теснее будет фаланга, на которую обрушатся сверху телеги, тем скорее эти телеги рассеют фалангу македонцев силой своего падения. Между тем, Александр составил план, вот очень интересный момент, как безопаснее всего перейти через эту неприступную гору вот с такими дикарями и телегами наверху. Когда он увидел, что придется идти на опасность, так как другого прохода нет, а это вот у нас на слайдах горы выглядят такими мягкими, красивыми, зелеными, на самом деле гора, как правило, не очень широкие дороги, если есть проход, то один. Так вот, когда Александр увидел, что или нужно уходить назад, или идти вперед вот на эти телеги, то он дал своим воинам следующий приказ, когда телеги станут сверху валиться на них, падать, то пусть солдаты в тех местах, где дорога широка и можно разбить строй, разбегаются так, чтобы телеги падали в промежутках между людьми. Если же раздвинуться нельзя, представляете, какая узкая дорога, если же раздвинуться нельзя, то пусть солдаты падают на землю, прижавшись друг к другу и тесно сомкнув свои щиты. То есть нужно лечь плотно друг к другу и щитом прикрыться. И тогда телеги, несущиеся на них, вследствие быстрого продвижения, скорее всего, перепрыгнут через солдат и не причинят им вреда. Ну вот, я думаю, что не каждый человек решится по приказу командира так лечь под телеги, прикрывшись щитом. Но здесь было беспрекословное подчинение. Александру нужно было вот на это решиться, положить своих людей под тяжелые телеги. И как Александр и предполагал, так и случилось. Одни бросились в рассыпную, другим телеги не причинили большого вреда, прокатившись по щитам. Во всяком случае, ни одного человека они не убили. Македонцы, пишет Ариан, ободрились, видя, что телеги, которых они больше всего боялись, не нанесли им вреда и с криком бросились на фракийцев. Давайте еще раз поближе посмотрим. Сам Александр с щитоносцами, дружественными агрянами стал на левом крыле. Фаланга, вступив в дело, без труда отбросила варваров, легко и плохо вооруженных. Ну, наверное, по сравнению с македонскими фалангитами этот человек действительно был плохо вооружен. И фалангиты, не дожидаясь Александра, наступавшего слева, смели варваров, которые побросали свое оружие и кинулись в горы кто куда. Погибло их около полутора тысяч. Живых захватили мало, потому что они были быстрые в беге и хорошо знали вместность. Зато македонцы забрали всех женщин, которые сопровождали своих мужей, всю добычу и детей фракийцев. Вот таким образом Александр выиграл свое первое сражение в горах, после чего двинулись дальше. Давайте посмотрим наш следующий слайд, который изображает юного полководца. И послушаем, что пишет Ариан. «Александр, перевалив через вот эту страшную неприступную гору Гем, пошел вперед на Трибалов и прибыл к реке Легину. Она отстоит неподалеку от Истра в трех днях пути». Вот сейчас мы встречаем достаточно хорошо знакомое нам географическое название, особенно для москвичей. Правда, потому что в ближайшей Подмосковье есть река Истра. Вот я еще раз по поводу этого задумалась. А почему у нас есть такие фракийские названия? Вообще это фракийско-кельтское название Истр, ныне это река Дунай. И вот там, на Дунае, в основном и сражался тогда Александр. На Дунае, между Дунаем и рекой Легиной, он предпринял свое второе сражение. Захватил он варваров уже за разбивкой лагеря. Застегнутые врасплох, как пишет Ариан, они построились в лесу. Тогда Александр повел своих солдат, пустив вперед лучников, для того, чтобы они засыпали варваров стрелами и выманили их на опушку. Александр понимал, что со своей фалангой в лесу он не развернется. Действительно, оказавшись под дождем стрел, фракийцы устроили вылазку на открытое место и бегом устремились на македонских лучников, рассчитывая схватиться с ними в рукопашную, тем более, что у македонских лучников не было щитов. Но Александр знал, что делает. Выманив три баллов из леса, он приказал Филоту, своему другу, лихому кавалеристу. Вот давайте мы сейчас посмотрим знаменитый саркофаг захоронения одного из македонских всадников. Так вот, Александр приказал Филоте, лихому кавалеристу и будущему командиру царской конницы, кстати, потом казненному за возможное участие в заговоре против Александра во время персидского похода. Но тогда молодому и верному своему товарищу он приказал взять всадников из Верхней Македонии и броситься на правое крыло противника, которые выбежали из леса и более всего выдвинулись вперед. Три баллы не уступали, но когда на них нажала мощная плотная македонская фаланга и с обеих сторон напали всадники, действуя уже не дротиками, а давяло шельми, три баллы повернули через лес к реке. Вот в этой второй мощной битве в бегстве погибло три тысячи человек, живых и на этот раз захватили мало, пишет Ариана, потому что лес у реки был густой, а наступившая ночь не позволила македонцам вести правильное преследование. Зато сами македонцы, по словам Птолемея, потеряли всего одиннадцать всадников и всего сорок пехотинцев. Я, кстати, не думаю, что это преувеличение, потому что если бы Александр в каждом своем сражении терял тысячами, как, например, враги, тогда бы просто македонцев не хватило, чтобы все время переправлять их за море в Персию. Действительно, самое главное, не только выиграть сражение, а выиграть его максимально малой кровью. Вот это, например, отлично понимал Суворов. Когда взяли Измаил для Суворова, Измаил был неприступной крепостью во время русско-турецких войн, в Суворов впал в Великую печаль, потому что там погибли тысячи русских солдат. А вот в Великую Отечественную войну у нас не считали, сколько погибли солдат. Взять и все. Так что на самом деле военное искусство, оно имеет и ту, и другую оборотную сторону медали. Так вот, Александр старался как истинный военачальник терять по минимуму своих солдат. Это тоже входит в тактическую разработку будущего сражения. А вот на третий день после этой битвы Александр подошел к самой реке Истр, Дунай, как я вам уже сказала. Ариан отмечает, что это самая большая из европейских рек. Она протекает через многие-многие земли, образуя границу между многими воинственными племенами. В основном там племена кельтские. Ну, о кельтах мы с вами поговорим в следующей передаче. А еще там живут, как пишут античные писатели, савраматы, эскифы вплоть до самого устья, там, где пятью рукавами Истр впадает в Эфксинское море. На Истрии Александр встретил пять своих военных судов, которые пришли к нему из города Византия. В Византии входил, вероятно, греческий город, который позже входил в состав Великой Империи, даже дал ей название Византия. Но сейчас он, к сожалению, находится в составе Турции, древний греческий город. И вот оттуда, в середине похода, к Александру пришло пять кораблей, на которых он и собирался через Истри, то есть через Дуная, переправиться. Однако, пишет Ариан, где не пытались пристать корабли, их встречали варвары или крутые берега. А река, сдавленная в тесни, неслась с такой стремительностью, что встать на якорь было просто совершенно невозможно. И вот тогда Александр отвел свои суда и решил переправиться на Истер, переправиться через Истер очень оригинальным способом. На другой стороне его ждали геты, также фракийское племя. Причем их видели, они во множестве собирались на том берегу, рассчитывая помешать переправе непрошенных гостей. Всадников тогда у Александра было около четырех тысяч и около десяти тысяч пеших воинов. Но время сегодняшней нашей передачи уже истекает, а вот о том, как необыкновенно, оригинальным образом переправился Александр через Дунай, создав, может быть, впервые катамараны или, по крайней мере, вот такие понтонные плоты, я думаю, мы с вами поговорим в следующей передаче. Вы, наверное, знаете, что во время войны переправа – это очень страшное дело. Недаром Твардовский в Василии Теркине посвятил переправе, скажем, через Днепр целую отдельную главу, кому почесть, кому слава, кому темная вода. Но вот в данном случае это было необыкновенно оригинальное решение. Александр переправился, не используя пришедшие корабли. А вот о том, как это случилось и как закончился северный поход, мы с вами поговорим уже в нашей следующей передаче. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова